Всем привет! Это урок номер 3 по Roblox Studio. Сегодня мы будем программировать движущийся лифт, движущуюся платформу. Все дело в том, что Roblox меняется, и вот даже на официальном сайте Roblox, к сожалению, пример с движущимися платформами не работает. Мы сейчас попробуем воссоздать этот неработающий пример, и сделаем так, чтобы он работал, и чтобы он работал круто. Так, я хочу сказать, пока я не забыл, на этой неделе, в Roblox добавили новую фишечку, в Roblox Studio. Это скроллинг экрана, очень удобный. Зажимаем среднюю кнопку мыши, видите, появился новый курсор. Мы можем двигать как кнопочками WASDE в свое время. Причем, если зажимаем Shift, вот я его зажал, смотрите, и начинает плавно двигаться. Очень удобно. Ну а повороты как были, так и остались, в принципе. Правой кнопочкой мыши все нормально. Так вот, пример, который на сайте в документации есть, он не работает. И даже если вы начнете с темплейта нового Обби, то тот момент, где есть движущаяся платформа над пропастью туда-сюда, она просто не двигается. Она стоит на месте, и вы просто, наверное, перепрыгиваете это место, и думаете, что так и задумано. Нет, там должен был двигаться лифт. Так, ну давайте будем программировать. Я добавил детали, сделал их разной формы. Вот эти фиолетовые штуки будут задавать путь движения лифта. Я хочу, чтобы он двигался вот так и назад возвращался. Естественно, когда вы пододвинете ту или иную деталь, например, сюда, то траектория движения изменится. Это очень удобно. На самом деле движение лифта можно запрограммировать без всяких дополнительных деталек. Но тогда нужно смотреть. Смотрите, свойства деталей. Position. Позиция. Видите, вот я его двигаю, и у меня позиция меняется. Координаты. Вот если я его подвигаю сейчас вправо, то меняется координата х. Понятно, да? Если буду двигать вперед-назад, то меняется координата z. Ну а вверх координата y. Вот вы ее здесь видите. Так. Ладно, начинаем писать. А, и если бы я хотел сделать движение по траектории, так, так, так. Я должен был бы узнать координаты. Вот смотрите, я сюда нажал. Должен записать эти три числа, запомнить. Потом должен запомнить вот эти три числа, потом вот эти. И в программе свои их использовать для изменения позиций. Ну, у нас же урок простой, чтобы всем было понятно. И не просто простой. А смотрите, например, ну ладно, сделали вы такое движение лифта. А у вас, например, появился ландшафт. Появились горки какие-то, дом, крыльцо. Вы хотите, чтобы ваш лифт, например, заносил вашего героя на второй этаж и так далее. Тогда эти все координаты придется пересчитывать, мучиться. А так вы просто возьмете эту детальку и на второй этаж занесете своего домика. И все будет отлично. Итак, чтобы начать писать программу, мы должны добавить скрипт. Я обычно буду добавлять все эти скрипты в конкретную деталь, к которой они будут иметь отношение. Вот, нашли. Нажимаем плюс. Добавляем скрипт. Вот он, скрипт. Привет, мир. Удаляем. Так. Помните, да, в экспортере я рассказывал, нам нужно добраться, чтобы узнать координаты нашего лифта, чтобы их менять, нам нужно добраться до вот этого. Позиция. Позиция нашего лифта. А как добраться? Помните, есть такой длинный путь. Можно так сделать. Local. P. Ну, от слова панель. Вот я, правда, давайте я переименую этот лифт. Не хочу использовать маленькую букву L. Она похожа на единицу и на букву I большую, чтобы не путаться. Поэтому пусть P это будет для панели. Так. P. Как мне добраться до этой панели? Помните, пишем game.workspace. Ну и название нашей детальки. Я ее назвал панель. Вот она. Отлично. Так. Давайте попробуем, сделаем движение. Передвинем нашу панель на координаты. В начало координат. Так. Wait. Подождать 2 секунды. И, например, P.Position. Видите, я могу писать, конечно, вот так. Вместо P маленького я могу вот так писать. Game.workspace.panel. Вот эта деталь, да. Game. Game это наша игра. Внутри нашей игры есть workspace. Game.workspace.panel. Вот. А внутри нашей панели, если мы на нее нажмем, то вот здесь вот. В properties свойствах есть какие-то свойства. И в данном случае позиция. Так, позиция. И давайте. Так. Position. X. Присвоить 0. Давайте, ребят, я все-таки буду писать. Не зря же эту строчку сокращенную написал. И вам тоже советую облегчать себе работу. Чтоб меньше текста было. X.Y. И, кстати, вот мне подсказывает редактор, что X.Y.Z. большие должны быть. Заглавные. Так. Давайте запустим, посмотрим. Вот эта панель находится. Она сейчас под моими ногами должна появиться. Ничего не происходит. Давайте смотреть, что же у нас. Вообще у нас работает. Кстати, есть такая команда, кроме print. Есть также команда warn. Работает точно так же, как print. Но она красным цветом должна в окошке писать. Так, а окошко у нас вот здесь output должен быть внизу. Так, а мне говорят, что у меня здесь в четвертой строке ошибка. Ага, в X нельзя присваивать. Ну ладно. Напрямую в X нельзя присваивать. Ну давайте какой-нибудь. R3 new. 0, 0, 0. Так, что-то она уж больно быстро сюда скакнула. Давайте в нашем скрипте сделаем 5. Хочу, чтобы наш герой стоял на земле, и ему под ноги прыгнула эта панель. О, отлично. Hi, buy. И видите, buy оранжевым цветом. Я вообще-то сказал вам красным. Ну ладно, оранжевым цветом. Так, ну что ж, работает наше перемещение. Итак, если бы у нас не было вот этих панелек, я бы просто писал вот так. Wait, подожди столько-то секунд. Потом в позицию. Новая позиция с такими-то координатами. А координаты узнавать, а давайте я даже узнаю. Так, координаты вот эти. 9, 0, 5, минус 12. 9, 0, 5, минус 12. Давайте сразу даже здесь напишу. 9, 0, 5, минус 12. А эту штучку я пока... Так. Я ее пока отодвину в бок, чтобы не мешалось. Давайте посмотрим. Лифт наш прыгнет. Раз, два, три, четыре. Оп, отлично. Так, ну он что-то мгновенно прыгнул. Вот именно так старый пример и работает. Неправильно. Что начинает мгновенно прыгать деталь. Ладно, давайте упростим немножко. Не буду эти координаты писать. Иногда вам... Про векторы, наверное, у меня будет отдельный какой-то урок. Я сейчас посмотрел. Ох, как все это сложно. Я не знаю, как вам объяснять. Особенно школьникам без подготовки особой. Мне тут тяжело вспоминать. Курс математики. Матрицы и так далее. Так. А я теперь хочу создать ссылку на то, чтобы быстро обращаться к позициям. ПОС-1, ПОС-2, ПОС-3. Помните, да, что это такое ПОС-1, ПОС-2? ПОС-1 это прямоугольник. ПОС-2, ПОС-3. Эти прямоугольники будут просто задавать маршрут движения лифта. Здесь я должен писать Г-воркспейс. Пусть вот так. И тогда я здесь буду писать вот так. В-воркспейс. И у нас внутри воркспейса есть уже ПОС-1. ПОС-1. Но нужно не просто ПОС-1 присвоить, а параметр этого ПОС-1. В нем тоже есть эта позиция. Вот мне эту позицию. ПОС. Надо присвоить. Отлично. Давайте я уже повторю все это потихоньку. Не потихоньку, а сразу сделаю для всех. Так. Сначала в первую позицию прыгает, потом в вторую, третью, потом в вторую и по кругу. И только давайте я сделаю по 2 секунды. Вот. Ну и по крайней мере я должен сейчас увидеть, что наша панель по очереди. Так. Ну. Коллизии включены у наших этих панелек. Так. И назад вернется сейчас. Ага. Сейчас я добавлю цикл. Про циклы. Смотрите. У меня урок по Луа. Посмотрите. Простые есть у меня уроки про переменные. Про условия. Так. Цикл. Нужно, чтобы бесконечно этот лифт у нас двигался. While переводится пока. Пока истина. Пока истина. Делай. Значит. А истина всегда истина. Делай всегда. И у нас вот эти движения будут повторяться постоянно. Я кнопкой табуляция специально отступ делаю. Чтобы мы увидели начало цикла и конец цикла. И видите появилась такая стрелочка. Она позволяет открыть-закрыть. Так. Вот эта строчка никогда не выполнится в нашем. Я ее удалю. High тоже удаляю. Удалю. Так. Ну что. Если сейчас запущу, то будет по кругу прыгать наш лифт. Но это никуда не годится. Он должен как-то двигаться. Так. Во-первых. Что сделать, чтобы этот лифт не стоял поверх наших деталей. Помните? Выбираем деталь с помощью Select. Select. Деталь. И мы у этой детали в свойствах не здесь, не в редакторе, а в свойствах детали CanCollide. Это означает, что я убрал эту галку. Значит она теперь сквозная. Через нее можно проходить. Вы ее не заметите. CanCollide. Убираю CanCollide. Так. И давайте один какой-нибудь. Не один, а вот этот. Подниму вверх повыше. Этот. Мы же на второй этаж делаем лифт. Допустим. Так. Еще раз. Вот так. Запущу. Сейчас посмотрю. Что еще нужно добавить? Наверное нужно якорем пригвоздить. Чтобы не падали. Ох, ребята. Куда-то они у нас улетели. Так. Encov. А. Они не улетели. Они сквозь пол провалились. Сквозь Base Plate. Они упали вниз. Так. Вот я их сейчас якорем прижал. Кроме движущейся детали. Так. А в движущейся детали, я надеюсь... Да. CanCollide. Остался. Так. Давайте смотрим. Так. Смотрите. Она прыгает и падает. Прыгает и падает. Ну понятно. Потому что через вот эти детальки можно ходить. Их как будто нет. Кстати. Когда вы все доделаете. Можно будет этим деталям. Вот я деталь выбрал. Можно прозрачность, например. Ну это такой смешной лайфхак. Не буду я до конца прозрачность убирать. Но я немножко сделал прозрачность, чтобы вы поняли. Потом вы их спрячете. Чтобы их не было видно. Так. Что же нужно сделать? Нужно сделать... Добавить такую штуку. Чтобы плавно двигался наш... Наш лифт. Нужно добавить в Body Position. Я не буду лишних объяснений делать. Видите? Тут реактивный двигатель нарисован. Вообще набор вот этих элементов. Там всякие центробежные силы. Еще какие-то силы приложенные на деталь. Которые мы добавляем. Давайте посмотрим. Вот. Все имеет отношение... Так, ребята. Тут написано Legacy. Legacy Body Movers. Возможно придется искать другие какие-то еще способы для движения. Хотя... Раз это все есть и все работает, то... Будем... Так. Добавил я просто Body Position. Body Position. И сейчас запускаю. Смотрим. Будет у нас работать это или нет. Body Position. Ничего не изменилось. Так. Давайте еще в наш скрипт перейдем. Я вот так сделаю. Видите? Я путь до нашей панели писал вот так. Game Workspace панель. А можно написать путь относительно скрипта. Скрипт в какой у нас папке лежит? В папке с названием панель. Она как бы родительская папка. Parent. Мы можем поэтому написать вот так. Скрипт. Ключевое слово. Скрипт. Это означает текущий скрипт. И узнать родителя. Parent. Внутри этой переменной лежит путь как раз, который у нас будет таким длинным. Game.Workspace.Panel. Видите? Я его написал короче. И если я, например, теперь эту панель перемещу еще в какую-нибудь папку, еще глубже, еще, еще, то тем не менее, так или иначе, у нас вот эта ссылка будет продолжать работать. Всегда будет ссылаться на эту панель. Так. Ну, давайте вот так. Скрипт переношу в BodyPosition. После того, как я перенес его в BodyPosition, внутри этой папки, то у нас теперь внутри этой буквы P, внутри переменной, у нас ссылка уже на BodyPosition, не панель. Почему? Потому что, смотрите. Скрипт.Парент. Скрипт у нас находится здесь. Точка parent – это его родитель. Название папки, в которой он лежит. Вот здесь он лежит. В BodyPosition. Так. И поэтому теперь вот эти вот выражения, P.Position, присваиваю. Это я уже присваиваю позицию не в панель, а в прикрепленную к панели, вот эту реактивную BodyPosition. Давайте посмотрим. Ничего не происходит. Давайте настроим наш BodyPosition. Я не смотрел, что там внутри у нас такой BodyPosition. Так. Ну вот нужно силу, по-моему, увеличить. Я помню, что скорость в Roblox Studio измеряется в стадах. Вот стадо эти пупырышки, которые на экране. Стад в секунду. Например, 10 – это значит 10 пупырышков. Секунду. Так. Ну давай. Работай. Опа. Отлично. Какой-то лифт, правда. Странный. Так. В принципе, он меня даже будет возить. Но он, видите, меня не держит. Он валяется. Ну, кстати, он может лечь сейчас на землю и уже будет… Вот смотрите, он уже нормально идёт. Ну, правда, когда я это делаю. Когда я стою в воздухе, он меня сбросит. Так. Ну, если кто-то у нас знаком с торпедовыми, подводными лодками и ракетами, наверное, знает и не только. Кто немножко физику читал популярную, те знают, что такое гироскоп. Давайте добавим в наш лифт, как в ракету какую-нибудь военную, не только BodyPosition, мы добавим сюда ещё гироскоп. Так. Плюсик. Не туда нажимаю, извините. Он хочет переименоваться так. Плюс. Листаем, листаем. И вот есть. BodyGear. В принципе, наверное, всё должно работать уже. Как задумано. Давайте посмотрим. Да, меня он держит. Но, видите, он как-то немножко… Вот если сверху смотреть, видите, как-то… Как там вертится нехорошо. Кстати, что… Что заметили? Благодаря гироскопу, у нас он уже не падает вниз. Гироскоп держит. Держит наш лифт в воздухе. Там некая сила прикладывается к этому. Так. Давайте посмотрим гиро. Мы его тоже настроим. Икс по игреку ноль стоит. Давайте сделаем по игреку точно такое же значение, как по иксу. Иксу. И тогда он чётко будет у нас. Не будет сбиваться с курса. Не будет менять своё. Так. Что у нас за безобразие? Почему у нас лифт стартует сверху? Как вы думаете? Я тоже знаю. А дело в том, что позиция нашего физического тела… Position… Видите какая? Какие координаты? А если мы нажмём на Body Position, то мы увидим, что у нас почему-то Body на 50 клеток над землёй. Мы не видим это Body Position. Какое-то виртуальное. Но можно исправить вот так всё это сделать. Так. Давайте сделаем, чтобы лифт в самом начале наш получал позицию третьего элемента. Мгновенно. Не ожидая нисколько секунд. Вот здесь я никаких wait. Так что у нас прям будет сразу лифт стартовать с позиции третьей площадки фиолетовой. Смотрите. Ну, конечно же. Так. Или я там что-то написал страшное. Или… Так. P-Position. V-Post-3-Position. Понятно. Все нормально. А. Просто роблокс. затормозил. Ну, отлично. Все отлично. Лифт наш работает. Мне даже хочется, чтобы было немножечко покрасивее. Так. В принципе, урок почти закончен. Какие-то базовые, наверное, вещи вы сегодня изучили, по крайней мере, про позицию. Вот. Я бы лифт хотел, чтобы лифт привозил меня вот сюда. Давайте тоже цвет изменю, чтобы было понятно. Так. Что можно сделать еще? Как вы думаете, как добавить четвертый в этот маршрут еще четвертый какой-нибудь элемент? Давайте сдублирую. Сдублирую. Переименую в Post-4. Ренеем. Post-4. Теперь передвину. Куда-нибудь еще. На третий этаж, например. Так. Ну и… Так. Не забудем якорем его… как закрепить. Хотя он… Так как я его сдублировал… Ctrl-D, помните, да? Дублирование. Или нажимаем. И вот здесь у нас, по-моему, в Home есть duplicate. Он все свойства, в принципе, переносит. И материал, и цвет, и так далее. Очень удобно так делать. Так. Что же мы еще сделали? Программа у нас еще не переписана. Нужно после третьей сделать переход в четвертую. А после четвертой пусть он идет снова на первое. Так. Вот здесь просто четверку поставили. И все. Естественно, паузы можете разные сделать. Потому что лифт, он может двигаться. Так. Ну, конечно же. Ладно. Я не буду вас учить, как закрепить эту деталь. Забавно. Лифт по ней стукнул. Кстати, ребят. И он не сбился. Лифт у нас все такой же ровненький. Также по сторонам света ориентирован. Правильно. Ну, теперь вы можете сделать сколько угодно лифтов. Понятно, спрятать можно. Видите, полупрозрачный. Позиция 2. Так. Если мы... Я вот что вам советую. Поиграйте вот с этими силами гироскопа. Уменьшите бодигиро. Уменьшите эти силы. И добейтесь того... Ну, тут маленькое очень число должно быть. Чтоб лифт шатался. Чтоб не совсем сбрасывал вашего героя. А чтоб он стал таким шатким. Так. Ну, на этом все. Наверное. Мы будем потихонечку... Вот я сейчас опять нажал среднюю кнопочку мышки. Видите, как классно можно скролить. Уроки мы будем потихонечку. Сложность не будет нарастать. Вот. Следующий урок, наверное, будет про анимацию гуманоидов. Ну, на этом все. Всем пока.